ну вот ребят к вам вернулся ваша пирата и я не был уверен что нам хватит на съемку батарей я сменил ее на новую так как планирую добраться вон до того флагах и если спасатель нам позволит я надеюсь я с утра был на мой разведал ситуации все в порядке моря силе тихо и спокойно но когда я был спасатель еще не работал посмотрим как он к этому отнесется даже если нам заблокирует вход мы немножко забредел я покажу вам как выглядит пляж вот он наш бонус от нашего городского самоуправления вот его насыпает вот это все ребята было море вот море зимой просто перекрывал этот проход она полностью доставала вот здесь все эти кафе море разносила в пух и прах просто бедные люди они каждый год восстанавливают эти кафе ну и вот смотрите так визуально могу сказать что метров семьдесят восемьдесят они нам подсыпят ну что за каждый метр и каждый миллиметр нашего пляжа ставлю самоуправление ботяма высоко оценка я говорю я их часто ругай запретите еще тот на разную посуду это мне просто колет глаза и я уже молчу ребята за одноразовую посуду раз сортировку мусора бы я вам еще конечно приписал но это беда всего израиля сортировки мусора в израиль как таковой в общественных местах городах не существует я был в тель-авиве где только не мог нигде нет такого понятия чтобы мусор прозрались в разной контейнер ну могу судить что в этом смысле полностью отсутствует государственная программа ну вот я чем вам говорю я снимал в открытом море видите водоросли вот в открытом море них нету этих водорослей в открытом море по определению нет а вот а вот в этой зоне пожалуйста сколько хотите из-за того что море перекрыто вот этим лягушатником есть вот этот вот барьерный риф так скажем искусственно созданный человеком и в нем как в ванной все что перекидывает волны сюда она задерживает а с обоих сторон от этого лягушатника море абсолютно чисто и там нету нету такой проблемы абсолютно отсутствует вот это вот водоросли есть маленькие лагунки маленькие затоки таких лагунок где это сохраняется но это не имеет такого принципиального значения дайте что я спрятал свои вещи в маленький рюкзачок наверное я еще ребятки телефон сейчас прячка на всякие пожарные давайте ребятки вы поглядите на море попробуем добраться до тех камней если все будет хорошо чтобы телефон вот не там мог все ребят вам вернулся ваш оператор давайте здесь мы будем форсировать море она имеет здесь естественную мель то есть вот мы ну я не имею маленький рост сразу говорю я человек который имеет немалый рост немалый но тем не менее я хочу сказать что в разную погоду вот это вот расстояние его можно преодолевать по разной глубине я хочу сказать что вот здесь вот в этих пределах есть мель она меняется от года году от времени сезона но есть мель но вижу воды по грудь посмотрим что да как можно ли добраться поглядим все увидим говорят что моя камера снимает под водой в описаниях конечно же я все это видел но я говорю всегда я все-таки никак не живу с той мысли взять до дырнуть со своей камерой под воду возможно все так возможно все это но пока я как-то до подводных съемок не добрался пойдемте потихоньку пойдемте смотри в этом году я еще не хотел сказать вам честно в этом году я еще не ходил к этим камням я добирался чуть-чуть других камней вот я хочу сказать сейчас я обернусь покажу вам по расстоянию отошли примерно такой же расстояние глубины все по-прежнему по грудь а бывает это расстояние можно пройти по пояс а бывает с той стороны если подходить бывает по колено но тем не менее море сегодня относительно спокойно и люди с утра вот у того флага была целая группа людей с удочками ну вот и до подмышки до подмышки я знаю идем мы не плывем еще все ее видео настроение хорошая погода отлично вода ну вода что вода в воде можно жить сейчас ребята до конца октября в израиле воде можно жить виду того что теплая погода вода я буквально сказал она не теплая она жарко теплая это там у ребят хоть это в других местах сейчас в израиле уже в таком в открытом на открытом море не погуляешь не посидишь я в шляпе и намазался кремом ну вот вижу рыба есть на камнях ну вот теперь уже я думаю дойдем ли мы до этих камней я уже так иду на камеру у меня большая надежда что она выдержит ну давайте мы как-то будем топать потому что задумка моя такая дайте но в будний день в будний день на пляжах людей практически не бывает ввиду того что несмотря на каникулы в основном люди работают ну ребята я вам должен сказать что из моей затеи ничего не вышло давайте-ка мы развернемся я не буду рисковать так как я говорю я не уверен что камера будет снимать под водой она наверное снимает ссылка в описании я читал что камера все в порядке работает под водой ну ввиду того что я немножко не рассчитал не море сегодня все-таки оказалось полноводным давайте выбираться потихоньку но уже здесь мне уже где-то по горло при моем кофе мгалом росте мне уже по горло то есть я немножко неправильно произвел расчеты вот кстати второй раз я пытался там в районе яфа пробраться до камней и я пробрался до них но погода была относительно такая штормовая я поснимал показал как выглядит море хотел показать побродить по камням ну вот сегодня море тоже такое